Всем здравствуйте! Рада вас снова видеть. Сегодня мы с вами сделаем расклад поток. Давно его не было, но он был на Блицах. Поэтому, кто не участвовал в Блицах и впервые о них слышат, в разделе сообщества ссылка есть в описании к этому ролику. По пятницам я выкладываю анонс на короткие расклады, на Блиц-консультации. И вопросы там готовые, но иногда бывают вопросы свободные, на свободную тему, та, которая вам интересна, то есть ваши вопросы. А иногда я ставлю поток. Вот сегодня мы с вами тоже посмотрим поток. Хочу его сделать коротеньким, не хочу делать большим. Посмотрим, что нам скажут карты. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Так, сюда. А что нам скажут сегодня единички про вас? Аркан мира. То есть здесь поток говорит о каком-то завершении. Завершение. Начало чего-то нового. Могу сказать исцеление здесь идет, да? Исцеление. Сейчас, секундочку. У меня микрофон здесь под ногами. Шнур. А исцеление. Исцеление. На чего вы тут исцеляетесь? Рыцармичей. А здесь идет у вас смена парадигмы мышления. То есть здесь вы начинаете мыслить немножко в другом ключе. Что-то новое, возможно, вы читаете для себя. И это имеет на вас сильное влияние. Либо какую-то информацию вы получаете. То есть здесь речь идет о том, что ваша парадигма мышления, она меняется. То есть она уходит от какой-то, как это называется-то, знаете, бескомпромиссность. Когда человек настаивает на своей точке зрения, она как будто бы смягчается. И не то, чтобы у вас нет собственного мнения. Это для вас уже не столь принципиально, когда как-то отстаивает свою точку зрения. Вообще здесь такое ощущение, что вы настолько меняетесь внутри себя, что вам на многие вещи уже снижается градус важности. То есть для вас уже не столь важно какие-то моменты. Там, где раньше вы были бы категоричны. Там, где раньше вы, возможно, реагировали достаточно болезненно. Либо присутствовала какая-то конфликтность. То есть здесь идет смена парадигмы вашего мышления. Здесь это исцеляется. И как следствие, если меняется ваше мышление, вы как-то начинаете мыслить более светло, что ли, более позитивно. Больше хороших мыслей о добром, о лучшем. Вы как-то вот, мне идет свет, да, начинаете излучать какой-то свет. Из-за того, что меняете свои мысли. Вы их притягиваете какие-то вот здесь вибрации, они какие-то другие. Я не знаю, как вам объяснить, но вы стали другим человеком. Вы это чувствуете. Здесь как-то у другого, у вас как-то походка почему-то сменилась, да. Почему мне ее показать? Так что, знаете, как человек подпрыгивает, как-то идет под прыжкой. Может быть, вы чему-то радуетесь? У вас большая улыбка на лице чаще стала появляться. Вы начали светиться. Люди вам и говорят об этом, да, стали замечать, что вы стали светиться. Знаете, такое чувство, что человек как будто бы живет в своей реальности и параллельно в той реальности, которая его окружает, но очень гармонично. То есть, что значит в своей реальности? Человеку есть своя какая-то вера. Вот то, во что он верит, он верит в какое-то такое позитивное, что-то светлое, и он это притягивает. И такое чувство, что вы находитесь в каком-то светлом таком коконе света, когда на вас смотришь со стороны, вот как будто бы в вашем коконе, да, всегда солнышко, всегда хорошая погода. А вот в реальности может быть там, я не знаю, за окном дождь, либо как-то пасмурно. И вот как-то смотришь на вас, и кажется, ну вот как-то странно. То есть, как это объяснить? Там, где живете вы, допустим, не знаю, небо будет голубое, и будет солнышко. А вот как будто бы на соседние улицы, вроде бы тот же город, та же деревня, дождь. И вот какое-то такое разделение, что вот здесь дождь, здесь пасмурно, а у вас всегда солнечно. Как будто бы, знаете, вот я не знаю, если это дом, а вот там, где живете вы, в вашей квартире, есть электричество, а в соседнем, например, в соседней квартире вашего дома, как будто бы свет отключили. Не людям отключили, а вот вообще, я не знаю, как-то так получилось, что полдома есть света, а полдома нет. И вот в той половине дома, где живете вы, есть, а в той половине, где живут другие люди, там как будто бы нет света. То есть здесь ключевое понимание того, что там, где вы, вот какая-то удача, удача, свет, солнце. И это, знаете, это не связано с какими-то, не знаю, с реализацией желаний, что вот, например, у вас много там денег, либо деньги как-то вам свалились на голову. А здесь вот какой-то общий настрой. Какие-то ваши вибрации, они другие. Когда я говорю другие, это не значит не хорошо и не плохо, а это значит, вот вы чувствуете себя обновленной. Как после хорошего сна, такого глубокого, где вы отдохнули, вот вы проснулись, и вы вот очень наполненный, прям такой настрой, хочется что-то делать. Вот чувствуется человек отдохнувший, расслабленный и позитивный. Вот я вижу очень много улыбок. Вы стали улыбаться больше и светиться. Счастье мне идет с счастьем, веет от вас счастье. Не знаю, может быть, что-то действительно в вашей жизни такое произошло, может быть, встреча какая-то произошла, может быть, появился, для кого это важно, мужчина в вашей жизни. Если нет, то он обязательно появится. Либо не мужчина, а партнер. И здесь прям вот человек ваш, который, понимаете, человек, который к вам притянется, он тоже солнышко. Вот вы солнышко, и он солнышко. Он больше солнышко, чем вы, но вы его притянули своим солнцем. И вот вместе вы как будто бы будете преувеличивать, преумножать, преумножать вот этот вот свет. Он будет очень хорошо вдвоем. Вы будете смеяться. Вот такие, знаете, шутки. Этот человек, он постоянно как-то вас провоцирует. Ну вот как-то, знаете, как будто бы насмехается. Но это очень мило, это очень забавно. Такая с какими-то добрыми, какими-то намерениями. Вы не можете на этого человека обидеться. Вы очень много улыбаетесь здесь. Вот прям очень много радуетесь. Вы очень много смеетесь. И такое, знаете, вот вам хорошо на душе. Вам давно так не было хорошо на душе. Здесь идут вот какие-то такие отношения. Очень добрые, чистые. И здесь такое чувство, что вы, во-первых, вы таких не знали, не встречали. А людей у вас в окружении нет такого примера. А с другой стороны, вот как будто бы, ну вот это ваш человек. Если это касается профессиональной сферы, то здесь идет вот какой-то, знаете, более серьезный подход к делу. Более успешный. По крайней мере, идет успех. Успех, который передается вам уверенностью. Вот я вижу, да, вы как-то стали более уверенным человеком. в своих действиях, потому что есть вот какое-то такое спокойствие внутри вас. И вот какая-то серьезность появилась в профессиональной сфере, не какой-то, знаете, серьезный подход к делу. Хочется сказать, как-то вот за ум как будто бы взялись. Делайте правильные вещи, верные, и это дает вам свой результат. Люди к вам прислушиваются на работе. Для кого-то вы стали действительно авторитетом. Люди вам говорят, что вы изменились. А вы изменились в том, что вот вам как будто бы, знаете, мнение других людей стало по барабану. Не потому что вы их игнорируете, а потому что, знаете, вот появилось такое чувство, когда вы живете для себя. Не в контексте эгоизма, а в контексте удовольствия. Моя жизнь, как хочу, так и живу. И вот вы, понимаете, вы получаете от этого удовольствие, и из-за того, что вы расслаблены, это транслируется, как некая такая уверенность. И люди к вам тянутся на вашу уверенность. У меня здесь показывают маленького ребенка, я не могу понять, девочка какая-то, какое-то это отношение имеет. Ты что мне хотела сказать? Куда-то она зовет так, не знаю, может, это ваша внучка, может быть, дочка. Куда-то вас зовет, причем девочке бантик на голове. Такая теплая погода, лето, и вот как-то вот, мам, пойдем, пойдем, куда-то она вас тянет, куда-то, я не могу понять. Вот скорее всего, вот это ребенок, какой-то вот, я не знаю, солнечный ребенок, как-то радость дает, что ли. Да не могу понять, куда он тянет, куда-то вас зовет. Может быть, это ваш внутренний ребенок, который что-то хочет, куда-то хочет вас повезти, вы как будто бы еще не знаете, куда на вы идете. И вот мне показывает, что он идет вот куда-то на свет, на солнце, куда-то на свет, на солнце. Куда-то, знаете, к празднику какому-то вас ведет. Качели, карусель, радость, вот какое-то празднование, праздник будет какой-то. Есть ли еще что-то, что вам нужно знать? Десятка монет здесь говорит о том, что вам нужно знать, что вы пришли к такому моменту, когда в ваших руках как будто бы перенять какое-то наследие. вот если вы возьмете, то это выведет вас куда-то на другой уровень. Вот у меня уже мурашки пошли. Это наследие, оно как будто бы связано, я не знаю, силой ваших прародителей, про вот что с одной линией, что с другой линией, как будто вы знаете, вот пришли все представители вашей фамилии, вот они объединились, и они как будто бы вам что-то дают. И вы ключевой человек, вот от вас как будто бы зависит дальнейшее развитие вашей семейной линии. То есть вам как будто бы дают какой-то подарок, что-то такое ценное, но в контексте знаний, какой-то ключ, ключ решения к чему-то. Если примете, то исполните как будто бы какое-то вот предназначение, которое возлагалось на вашу душу в этом воплощении. Если не примете, вас никто не будет осуждать. Но вот вы как будто бы какой-то вот избранный в контексте того, к чему вы сейчас пришли. Вот к этим вибрациям, к тем энергиям, в которых вы находитесь сейчас, сейчас вы стали избранным. То есть если бы вы не дошли, на вас бы не возлагались какие-то надежды. Вот здесь я просто вижу очень много родственников, родня, прям очень много людей. и мне показывают как подушечку, на которой ключ большой, огромный, как ключ от города раньше передавали. Вот если вы возьмете, это вот как будто бы даст вам еще больше счастья, я не знаю. Это как подарок, это не ответственность, это какой-то вот как подарок, как что-то, что передается из поколения в поколение. Если вы это не примете, он на вас не обидится. Ну то есть, это вот как будто бы этот ключ увеличит, усилит, усилит, не увеличит, усилит то, что есть в вас сейчас. Это вот какой-то подарок. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Это на тонком плане. В бытовом уровне это может быть как будто бы какое-то наследство вам придет, либо какая-то, если это семейный бизнес, как будто бы на вас будет переписан. Что-то такое семейное, связанное с семьей. Книга, дневник. Что-то вам передают, вот это вот в реальной жизни, да, в бытовой, не на тонком плане. Какой-то вот фолиант. Книга, дневник, журнал. Я могу тетрадь какая-то. Альбом с фотографиями. Вот как будто бы вам что-то дают, и... А, они как будто бы делают вас хранителем. Вот, я поняла, хранителем, только я не пойму, чего. Как-то хранителем каких-то знаний. Мудрости. Это вот, видимо, для кого-то отдельно, это не для всех. Вы как будто бы вас сделали избранным, избранным хранителем, хранителем каких-то знаний. У кого отыграется, напишите мне. Либо, если вспомните через какое-то время, потому что на тонком плане это сейчас идет, а на нашем физическом это будет задержкой. Вот когда наступит, если вспомните, напишите мне, пожалуйста, потому что есть такое ощущение, вы кто-то, может быть, увидите это еще и во сне. Что вот вам что-то дают. Вот вас сделали хранителем каких-то знаний. Может быть, какие-то знания вам откроются. Что-то вот вам здесь передают на хранение. И вы становитесь главным, потому что вам это дали. Не знаю, ключ от города. Ну, метафорично, конечно же, ключ от города. Какой-то вот память какая-то. Что теперь вы будете это хранить, охранять, держать. Вот что-то здесь такое идет. Напишите потом, мне будет интересно, что это такое. Вот если это с вами случится, но не сейчас. Потому что это только на тонком плане нужно время. Ну, и для кого-то я скажу какую-то негативную информацию, но это вот прям точечно. У кого-то кто-то уйдет, перейдет в мир иной, в мир духов. Не огорчайтесь. Этот человек, вот как будто бы его душа идет на перерождение, оно вот как-то вот со светом. То есть вот она как будто бы хотела уже, да, то есть время пришло, и она хотела. То есть она уходит наполненная, она не уходит вот в сожаление, как-то в слезах, горечи нет. Наоборот, вот как-то уходит, уходит в мир иной вот наполненная, какая-то счастливая. И вам не надо грустить, как-то вот переживать. Там все хорошо, вот с ней все хорошо, а для кого-то такое передают. Кому-то передают, что кто-то, кто хотел ехать, какая-то вот поездка, езжайте. А кого-то ожидает какая-то такая поездка за границу, либо какая-то командировка, вот кого-то ожидает дорога. Кого-то ожидает дорога. Причем, если кто-то сейчас в этот период расстанется, с каким-нибудь партнером, это хорошо. Не расстраивайтесь. Впереди вас ждет что-то хорошее, что-то очень прям светлое. Здесь идет завершение ощущения того, что, знаете, вот конец пути и одновременно открывается новый какой-то путь. Как в сказках, да? И жили они хорошо, а мы еще лучше вот этот вот, жили они хорошо, это как будто бы начало новой сказки. А вот эта сказка завершается, то есть здесь идет завершение. Здесь говорят, как перышко тебе на память. Не знаю, если у кого-то есть это перышко, то что? Как напоминание о легкости. Будь легкой, будь легкой. Как это перышко. Может, кто-то здесь что-то носит у себя на шее, как в виде перышка, как напоминание о скоротечности жизни и более легкого отношения к жизни. Будь легкой. Как только, знаете, такое ощущение, что как душа, но не то, что свою душу, но как напоминание, что вот... может быть, кто-то здесь носит какую-то память, я не знаю, цепочка, нет, не цепочка, что-то как веревка, как шнур какой-то, шнурок, но не... черный какой-то такой. И на нем, я не знаю, может быть, обручальное кольцо кто-то носит, вот как память о какой-то душе. Так, на это все, потому что есть еще другие позиции. У меня просто много времени заберет, я хотела короткий расклад. Так, смотрим. Позиция номер два. Двоечки. Ваш поток. Кто-то говорит, ну, наконец-таки, знаете, вот какая-то душа, которая вот хочет вам что-то сказать, передать, говорит, ну, наконец-таки, пришла очень. Ну, наконец-таки, ты пришла. Вот как будто бы что-то вам хотят сказать, вам передать. И вот как-то не могли до вас достучаться, дозвониться. И здесь такой, знаете, этот голос. Ну, наконец-таки, пришла. То есть, дождались вас. Здесь вот что-то такое. Ну, конечно, Верховная жрица, да, какие-то знания нам будут сейчас передавать. Какие-то знания, да, что-то, наконец-таки, дождалась, наконец-таки, пришла. Знаете, как кто-то здесь говорит, она такая мысль, береги Володьку какого-то, не знаю, что за Володька маленький, какой-то, видимо, мальчик, ребенок, береги Володьку. Ну, что, кумушка дождалась. Здесь кто-то кого-то ждал. Не знаю, откуда-то вернуться человек должен был, что ли. И вот вы такие радостные. Не знаю, может быть, это ваш человек, так как, знаете, на корабле работает, где-то вот какие-то командировки очень дальние, ну, долго не было какой-то встречи, вот человек приехал, и говорит, ну, что, кумушка дождалась, либо вот с армии, как-то человек вернулся, потому что здесь такое ощущение, долгое время отсутствия было, и говорят, ну, что дождалась. У кого-то из вас стали приходить какие-то странные сны, вам говорят, не бойся. здесь, кто-то видит во сне пауков, причем это не просто пауки маленькие, а это какой-то один огромный-огромный паук, вот прям как в фильмах ужасов, огромный паук. и здесь говорят о том, что, знаете, вот прими его, прими его во сне, прими его, это вот как будто бы, знаете, как, не знаю, как хранитель, какие-то знания вам хотят передать, а вы боитесь. А здесь говорят, вот прими этого паука. Кто-то здесь сидит с бумагами, прям вот очень много бумаг что-то пишет. И вот шелест этих бумаг, так, знаете, окно открывается от ветра, и бумаги вот прям взлетают, взлетают. Вы так злитесь, потому что, как будто бы эти бумаги, они как-то вот слетели со стола рабочего, и потеряли тот порядок, в котором они лежали. Но здесь идет подсказка, что не переживай, это вот как будто бы, знаете, вот в том порядке, в котором вы соберете, вот так вот правильно. То есть вам как будто бы осознанно порядок этих бумаг изменили, то есть так, как вы их сложили, это неправильно. А вот так вот, как они упали, а потом вы их собрали, вот так вот правильно говорят. То есть как будто бы вот верно как-то сложили. Карты, вот говорят, знаете, вот как карты подменили. Вот здесь бумаги, тоже что-то такое. Кто-то хочет купить квартиру здесь, и ему говорят, что вот эти вот бумаги, как подменили. Что такое подменили, не поняла. Как будто бы их нужно по-другому собрать, по-другому сложить, вот как-то в папку. Не знаю, что это такое, но это вот как-то с квартирой, как-то с ипотекой, с квартирой. Карты подменили. Не могу понять, бумагу подменили. Думаю, вам будет понятно, что-то там подменили. Как-то вот перемешали, перетасовали, как будто бы вот переиграли какую-то ситуацию, да, здесь тоже может быть такое, вот нужно как-то вот по-другому переиграть. То есть если что-то не решается в вашей жизни сейчас, вам говорят, не надо отказываться от этого, а вот то, что вы имеете, как-то вот эти вот карты переиграть по-другому, по-другому как-то сделать. То же самое, но вот как-то другим способом. Кому-то здесь говорят, не грусти. Кто-то сидит, знаете, вот так вот ночью, именно ночью, как-то на подокольнике, как это называется, я не знаю, прямо возле окна. И вот он смотрит в ночь, какая-то грусть, и говорят, не грусти. Здесь тоже такое ощущение, что вот кто-то грустит, а какой-то утратит. О человеке, который ушел, ваш близкий, любимый, но это не бабушка, не дедушка, здесь какой-то вот молодой. Здесь как будто бы вот душа молодого человека, молодого парня, как будто бы ушла. И вот вы грустите. Говорят, не грусти. Я не могу понять. Ну, здесь про смерть как будто бы опять показывает, но не грусти. Вот вам этот человек как будто бы передает, не грусти. мы сегодня духи пришли, что ли? Хорошо, смотрим дальше, что еще нам здесь в потоке скажут для двоечек. Аркан Солнышко. Кому-то хорошая новость о беременности, кто-то узнает о беременности. Либо ваша, либо близкого человека беременность. Для кого-то будет двойняшки. Либо девочка, либо двойняшки здесь. Прямо человеку, который беременен, у него такой дикий токсикоз. Прямо вот все время рвет этого человека. Ну, эту девушку, женщину. Причем эти двойняшки, они такие прикольные будут. Девчонка будет такая веселая, такая, знаете, забиака. Она все время вот как-то подстегивает вот провоцирует мальчика, а мальчик такой, знаете, такой, как-то насупился, такой серьезный. Вот она ему все время как-то вот провоцирует. Давай пойдем вот это сделаем, что-то. Он такой, нет, такой серьезный, такой, знаете, старик, старичок такой, нет, я правильно, я ничего делать не буду. Такие, вот они прикольные, прикольные такие двойняшки будут у кого. а у кого-то, если здесь беременность, девочка, да, будет с музыкальными наклонностями. Здесь говорят о том, что девочку в музыкальную школу нужно отправить. Я не знаю, какой это музыкальный инструмент, но девочку в музыкальную школу здесь говорят, надо будет отправить. Здесь кто-то письма хранит какие-то. Но это для людей постарше, вот прям, вы знаете, стопка каких-то писем. Еще союзные конверты. Человек их не, знаете, он просто связал, и он их держит в стопке, он их не читает, он их не смотрит, но вот как-то хранит какие-то конверты, хранит какие-то письма. Здесь показывают какого-то конкретного человека, который устал, очень сильно физически устал. как будто, вы знаете, вот одно и то же, одно и то же, как конца края нет, уже все, уже устал, уже с работы здесь, с работы не то, чтобы проблема, а вот физически устал человек на работе, хочется, не могу сказать, что вот он хочет уволиться, либо отдохнуть, но вот устал, как от работы, вот одно и то же, нудно, нудно, задолбался, задолбалась, вот что-то такое, достали, оставьте меня в покое, не хочу, вот что-то такое мне идет. Человек как по кругу ходит, одно и то же, одно и то же, что ему говорят. ему надо отдохнуть. Знаете, здесь особенно будьте внимательны, если здесь человек, дальнобойщик, работает вот на фуре, потому что такое ощущение, что человек не досыпает, очень сильно устает, и вот знаете, вот как-то глаза, вот прям будьте внимательны, потому что, чтобы не было аварии, потому что человек спит в дороге, вот он едет, и он засыпает, он едет, и он засыпает, вот прям вот так вот клюет, Это опасно очень, быть внимательным, но человек устал, то ли он на двух работах работает, то ли работа какая-то, почему-то мужчину показывает, задолбался, причем, знаете, человек такой лысоватый, кофе очень много пьет, чтобы быть в бодрствовании, но то ли грузчиком еще параллельно работает, ну вот, то есть дорога, дорога мне идет, вот как водитель, как грузчик по ночам, что ли, подрабатывает, ну то есть человек устал, здесь этому человеку, говорится, нужно отдых, вот прям рекомендуется отдых, отдых, отдых и солнце, почему-то ему не хватает солнца, не знаю, то ли он ночью работает, что ли, солнца не хватает света, этому человеку, говорят, необходимо отдохнуть, переотдохнуть, но он не сможет, он не согласится, он не согласится, вот куда-то, допустим, там взять день отдыха, не знаю, вот просто солнцу нужно человеку, но он устал очень сильно физически, я не знаю, как вы поможете этому человеку отдохнуть, но он не будет соглашаться, он будет говорить, что у меня все, все хорошо, все нормально, я справлюсь, но силы у этого человека уже на износе, хотя сам по себе человек физически очень сильный, вот прям, знаете, из тех людей, которых говорят, природа одарила силой, вот прям, хороший человек, хороший человек, какой-то, говорят, добротный, хороший человек, волевой, сильный, прям, знаете, за спиной такого человека, вот прям как защитник, да, вот, то есть, ну, вообще не паришься, он и накормит, и напоит, ну, то есть, и заработает, умеет зарабатывать, человек умеет защитить, хороший семьянин, хороший человек, правильным путем идет, правильным, говорят, идет путем по жизни, верным. Много подарков ему дарит судьба, вот из-за того, что вот он хороший человек. Мне, как-то, вот, знаете, говорят мне, неиспорченной жизнью, вот он вроде бы баловень, да, жизнью, но неиспорченной. То есть, здесь, как будто бы, не знаю, то ли ему квартиру дарили, то ли еще что-то, а вот он, как будто бы, родителям отдал, либо племяннику, какому-то родственнику, потому что, говорит, мне не надо, а у тебя семья, вот что-то такое, ну, это вот в юности было, мне не надо, а у тебя семья, возьми, вот что-то такое. Не зазнался человек, вот прям очень хороший, береги его, я не знаю, кому из вас говорят, береги его, береги его, он тебя любит. А вы, как будто бы, знаете, не то чтобы капризно, вам не хватает внимания этого человека, и, ну, вы иногда так претензии ему предъявляете, мозг выносите, ему и так хреново, вы ему мозг выносите, но, ну, он вас любит. Вам просто не хватает внимания, и это нормально. Есть еще что-то здесь в потоке, кому нам что скажут? Ой, кто-то собрался в театр, да, здесь, причем, знаете, в театр собрался, так давно не ходили, что ли, какое-то вот мероприятие, такое вот театр, выставка, где нужно хорошо одеться, вот прям такое вот платье, не из толстого материала, а вот как шелк, что-то такое тонкое, вот прям давно-давно вы не выгуливали себя, хочется сказать, да, вот прям ждете этого момента, может праздник какой-нибудь, может день рождения, что-то такое вот вы прям ждете, ждете. Мне не показывает, что будет на этом мероприятии, мне показывает просто то, что это очень важно для вас, вот именно вот это вот состояние, когда вы прихорашиваетесь, наряжаете, ждете, это важно для вас, прям вот насладитесь этим моментом. Так, это будет последнее послание для двоечек о Пашмиче, о чем здесь речь идет. Здесь речь идет о болезни, кто-то болеет, вот болезни лекарства. Что-то, я не знаю, кто-то отказывается от еды, не могу понять, что это такое, кто это. Какие-то мрачные краски. Какое-то лекарство ищет, не могу понять для чего, либо для кого. Но не для вас, а для какого-то другого человека. Это ощущение, что, знаете, вот как будто бы духи собрались вокруг этой ситуации и просто молчат. Ничего не говорят, просто молчат. Я не понимаю здесь, о чем речь идет. Аркан смерти. Здесь просто болезнь показана. Не знаю, я не хочу это смотреть, я что-то не поняла здесь что-то, поэтому смотреть не буду. Вот такая была вторая позиция. Пишите, кому что отыграл. Здесь разные, конечно, ситуации, мне поэтому и нравится. Так, позиция номер три. Зелененький камешек, что нам скажут здесь в потоке. Кто пришел, что хочет передать? Я, я. Я пришел, скажи, что я пришел. Ладно, кто ты? Кто ты? Я пришел, скажи, что я пришел. Знаете, какой-то такой человек, который постоянно что-то забывает. Вот он как-то себя вот так вот по голове полбу бьет все время. Блин, опять забыл. Я пришел, я пришел. Знаете, я, я, я пришел. Хорошо. Что нам нужно? Что ты хочешь сказать? Что нам нужно знать и передать этому человеку? Это какой-то, знаете, деятельный такой человек. Он постоянно невысокого роста, такой кругленький. Постоянно что-то куда-то торопится, что-то вот спешит. Спешит какой-то такой вот, активно что-то делает. Прям, знаете, вот не то чтобы выскочка, но вот человек, который всегда я, я, говорит. Вот я. Кто будет участвовать? Я. Кто куда-то поедет? Я. Тебе это надо? Да. Вот какой-то такой человек. Любит очень горячее что-то пить. Там в кружке, кружка какая-то белая. И очень много вот такого. Потому пар идет, да и пар. Пар идет и вот любит человек горячее пить. Здесь речь идет о каких-то документах. Какая-то ситуация, не то чтобы запутанная, вот какая-то такая ситуация, которая легко не разрешается. Она какая-то двоякая, понимаете, и вашим, и нашим. Здесь говорят о том, что она разрешится в скором будущем. Кому это важно, вы узнаете новость, придет скоро новость. Этот человек говорит, ну вот это я и хотела сказать. Так я и сказала. Так, знаете, успокоился, как это вытер лоб. Вот это я и хотела сказать. Ну то есть, знаете, как адвокат что ли какой-то, я не знаю. Я и хотела сказать, что вот скоро разрешится, да, то есть все будет хорошо. Но какая-то ситуация такая непонятная, не совсем чистая что ли, какая-то двоякая. Но она разрешится в вашу пользу. Либо позитивно. Если не в вашу пользу, то позитивно, позитивно для вас. Бей свои, чтобы чужие боялись. Я не знаю, для кого это. Здесь показывают какую-то, вы знаете, какую-то девочку, которая... То ли наказывали в детстве что ли, то ли били. Это человек взрослый, эта женщина сейчас взрослая. Могу понять, что показывают. Здесь как будто бы хотела сказать, что вот то, что у нее сейчас не складывается в жизни, это вот как будто бы связано... Вот с этими наказаниями в детстве какая-то связь есть. Это как-то вот влияет на ее головные боли. То есть если вы хотите понять, почему у вас болит голова, какие-то вот... Не то, что вы мигрени, а головные боли. Вот это вот как будто бы связано еще кошмары какие-то, вот бессонница. Это связано вот с этими наказаниями. Здесь говорят отпусти, отпусти, прости, отпусти. Не знаю, кого надо простить, что отпустить. Но вот говорят именно вам, что вот отпусти, прости, и головные боли пройдут. Что-то вы держите здесь. Это как-то вот связано с ночью. Ночные что ли наказания. Не знаю, как-то вот ночь, тишина, пустота, страхи. Вот как-то все. И вам сейчас даже иногда бывает ночью, если хотите пойти в туалет, страшно. Вы везде свет включаете. Это тоже оттуда идет. А проблемы с почками, может быть, это тоже идет оттуда, у кого есть. Кто-то здесь страдает лунатизмом. По ночам встает, ходит. Иногда это опасно, вот этот вот лунатизм. Но это все почему-то мне показывает, идут оттуда. То есть, если вы хотите излечиться, вот эта вот проблема с какими-то наказаниями идет. Я не знаю, кто кого, и когда, и как, при каких условиях наказывал, но вот мне идет такое. Чтобы вам понять, о ком речь идет, вы тапочки не носите. Почему вы дома не носите тапочки? Босиком ходите? Не любите тапочки носить? И босиком. А мне идет человек босиком. Вы даже во сне видите, как вы босиком ходите. Для кого еще этот поток, и что хочет сказать? Ой, здесь женщина какая-то. У меня выпал король жезлов, женщина какая-то. Говорит, да разведись ты с ним. Здесь, скорее всего, это ваш муж. Такое, знаете, характерная черта у этого человека. Волосы какие-то такие, знаете, может быть, как у Эйнштейна кудрявой. И пузико. И вот кто-то говорит, прям какая-то женщина, говорит, да разведись ты с ним. Я не знаю, почему вы должны развестись. С чего вдруг? Ну вот прям, ой, прямо она говорит, ой, так, ой, да разведись ты с ним. Нет, левой или правой рукой? Нет, правая, правшая. Да разведись ты с ним. Ты как мама, что ли, как тетя какая-то. Алкаш твой найдешь другого. Ты такой, хорошо. Что нам здесь хотят сказать? Ну, что здесь не складываются как-то отношения, да, и ваша вот эта вот какая-то сторона такая. Ну, вот как-то вы как будто бы себя наказываете, да, в этих отношениях. Здесь у вас могут быть другие отношения, намного лучше, а вы как будто бы наказываете себя, оставаясь в отношениях с этим человеком, когда видите, что вот не подходит он вам. Ну, вообще это не ваш человек, то есть вы здесь с кем-то живете ради детей, может быть, а если не ради детей, то непонятно почему. Здесь вот как будто бы наказание, вы себя наказываете этим человеком. Хотя вот такое ощущение, что в вашей жизни должен быть кто-то другой, кто-то лучше должен быть. Не потому что так правильно, а потому что другой человек должен быть в вашей жизни. Порядочный человек, говорят, порядочный должен быть, не такой, не тот, с кем ты живешь. Варька, не тот, с кем ты живешь, Варька, Варя, Варя, Варя. Подумайте, кого это касается. Хорошо, есть еще что-то? Кто-то чай горячий, нет, либо чай, либо кофе пьет. Я скорее всего кофе, а потому что это вот аромат мне идет какой-то такой. Прям горячая. Такая низкая чашечка, как чайная, как чайная. Ой, Леня, все-то вы знаете. Хорошо. Последнее сообщение здесь в потоке. Паша Монет. Почему-то не идет Красный Крест, не могу понять. Что в этом Крест? Кровь кто-то сдает, что ли? Красный Крест кровь сдает. Что здесь, о чем речь идет? Кровь. Здесь речь идет о крови. Может быть, с кем-то, с каким-то родственником хотите встретиться, да, куда-то хотите поехать, что ли? Либо ждете кого-то, кровного, какого-то кровного родственника, который должен к вам приехать. Либо кровь сдаете для кого-то. Кого-то вы здесь ждете. И что, приедет этот человек, которого вы ждете? Ну да. Любимый человек. Любимый вами человек. Да, говорят, приедет. Приедет. У кого-то сахарный диабет, что ли? Здесь показывает человек, который сам себя прокалывает. Знаете, вот когда либо кровь берет, либо вот как при сахарном диабете там что-то измеряют, замеры сахара делают. Здесь вот про этого человека говорят. Приедет. Кого-то вы ждете. Этот человек приедет к вам. Почему кровь показывает? И почему красный крест? У кого-то, кто-то такой, знаете, перси носит. Братья золотой. У него красный камень. Либо это кольцо с красным камнем. Рубиновым. Скорее всего, это перстень. Он еще как-то, знаете, на свету светится, светлее становится. Но светлее в контексте прозрачности. Какая-то прозрачность, глубина есть в этом кольце. Вот смотришь, он такой. Ну, почему мне его показывают? Ну да, это как будто вот семейная какая-то реликвия. Аркан суда. Как будто бы он передался как-то вам по наследству, что ли. Как папа. Папин. Папин был. Папин. Дедушкин. Дедушкин. Персий был папин. Дедушкин. Как реликвия. Какая-то. У этого камня есть какая-то энергия. Очень интересная. Он не пустой. Вот что-то есть вот в этом красном камне. Вы тоже это чувствуете, когда вы носите, одеваете его, вы чувствуете, что вот он как будто бы, не знаю, живой, что ли. Какая-то сила есть. Какая-то сила есть у этого камня. Я не могу понять. Ну и почему мне это показали вашу реликвию? А она помогает, как будто бы исцеляться, что ли. Либо раньше его носили те, кто уже сейчас не при жизни. А еще лучше бы этот камень почистить как-то. Кольцо это как будто бы оно целительное, что ли, не могу понять. Напишите мне потом такое ощущение, что вот оно как будто бы лечит. Причем лечит тем, что забирает какую-то вот темную энергию в себя, впитывая. И поэтому это кольцо периодически надо чистить. Но оно целительное. Она была создана давно, где, по-моему, как во время войны что-то такое показывает. Что мне показывает просто военное время. То есть с этим перстнем, с этим кольцом есть какая-то история. Как он вообще создавался в чих руках бы. Вот что-то такое история есть какая-то у этого кольца. Поэтому мне его показывают. Но он такой, знаете, он лечебный как-то. Есть что-то такое магическое, но он и лечебный одновременно. Да, он как будто бы силу какую-то придает. Но вот лечит, лечит и силу дает. Хорошо, есть что-то, что карты хотят показать? Не поток, а карты. Что Таро нам хочет сказать. Кто-то мне здесь, знаете, так этот, из Духа говорит, ишь ты, и какая. Ну, то есть, типа, не хочу слушать, да, Духа, ишь ты, и какая. Шестерка кубков говорит о празднике, о празднике и с прошлым, да. Какие-то перемены идут хорошие. Перемены идут какие-то хорошие в вашей жизни для кого-то. Это перемены, связанные с финансами. Это прибыль будет для кого-то. Какое-то дело, которое началось в прошлом, окажется прибыльным. Удача как будто бы будет на вашей стороне. Для кого-то здесь придут новые отношения. Новые возможности, как в финансах, так и в любви. Не знаю, для кого. То ли это для одного человека, и то, и другое. То ли это для разных людей. Для кого-то финансы, а для кого-то новые отношения, любовь. Исцеление. Ну, я, в принципе, там кому-то говорила, да, в потоке. Исцеление идет от страхов. Этот человек поможет, у кого выйдут отношения, поможет исцелиться вам от ваших каких-то страхов, страданий. Это будет новый человек, кому это важно. А для кого будут финансы? Они идут как поддержка. Поддержка для чего-то. То есть, я не знаю, как будто бы какое-то дело свое хотели, что ли сделать. Вот. И нужна была поддержка финансовая. Какой-то вклад. И не было этой возможности. Вот здесь вот такое ощущение, что, ну, то есть, вы не знали, как сделать, и как будто бы какой-то шанс вам дается. Вот финансовая поддержка дается вам на реализацию какого-то своего проекта, какого-то своего дела. Но это небольшая сумма. Да, небольшая, но вам будет достаточно для того, чтобы начать то дело, тот проект, который вы хотели бы. Вот. Что нам сказали в завершение карты. Пишите, у кого что отыгралось в потоке. Мне вообще нравится поток, когда не по картам. Вот. Но посмотрим, что вы там напишите, что мне удалось увидеть. Скорее всего, не мне, а через меня. Потому что, ну, иногда показывают разные вещи, а попробовать это проинтерпретировать и как-то связать я не могу. Я не ясновидящая, я не медиум, у меня нет таких способностей. Вот. Поэтому просто, что идет, то я и говорю. Ну, может быть, в чем-то попадание и есть. Вот. Но это не торопа. Это однозначно не торопа. Ну, прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам отличных выходных. Не забывайте приходить ко мне на Блиц-консультации, подписываться на мой телеграм-канал, для кого это важно. Не забывайте подписаться на второй мой канал. Ссылка тоже есть в описании под этим роликом. Переходите, подписывайтесь на второй канал. Скоро, уже очень скоро, будет год моему второму каналу, моему новому детищу, чему я очень рада. Вот. Он так же растет, как и этот, и меня радует. А я с вами прощаюсь до следующих раскладов, до следующей встречи. Всем пока-пока. Всем отличного настроения.